Привет, друзья! Мы продолжаем разговор о наборе мышечной массы. В прошлом выпуске, несколько дней назад, мы заготавливали с вами белки на предстоящий день, импровизируя вот здесь вот на этом столе подготовку к дню набора мышечной массы. Еще раз напомню основные законы. Строительный материал, белок для того, чтобы мышцы строились, тренировки — это, естественно, создание предпосылок, чтобы человеческому организму было нужно набирать мышечную массу. Если мы поднимаем тяжелое, наше тело имеет предпосылки для набора мышечной массы, но ему нужно дать энергию. Углеводы — это та энергия, которая необходима нашему телу, чтобы при наличии предпосылок строить новые ткани, в первую очередь, естественно, мышечную. Если предпосылок не будет в виде поднятия тяжестей, то избыточная энергия, вы прекрасно понимаете, куда отправиться на построение жировой ткани в качестве запасов для, возможно, последующих голодных лет. Потому что организм в течение многих-многих тысячелетий привык к тому, что иногда приходится голодать. Организм боится голода, организм откладывает жир. Поэтому наша задача — обеспечить организм адекватным количеством энергии. Мы часто говорим об избыточной энергии для набора мышечной массы, но любая избыточная энергия пойдет на построение жировой ткани. Короче, ребят, от слов к делу. Давайте я займусь макаронами и в процессе объясню вам еще теоретические какие-то моменты. Итак, я засыпаю. 500 граммов положены в воду, закрыты. И в мультиповаре будут приготовлены сейчас. Вот я поставлю 10 минут. Настынайте температуру и нажмите кнопку старта. И поставлю 140. Оп! Мультиповар, начинается приготовление. Да. Ребят, я сразу оговорюсь. Естественно, я полкило макарон в день сейчас не ем. Но я как будто бы готовлюсь к дню набора массы. Почему я вам это говорю? Потому что в свое время вот именно это количество я себе заготавливал на день, когда набирал мощную массу и дошел до 125 килограммов. То есть при росте 190, у меня максимальный вес был 125 килограммов. Естественно, щеки были чуть побольше. Но и силовые результаты были нормальные. Именно тогда был жим 225. Это было лет 15 назад. Вот эти вот полкило макарон. Я просто помню, как я их в себя пытался запихнуть. Потому что я тогда уверовал в одну главную идею. Избыточная энергия. Меня не беспокоил лишний жир. Макароны, конечно, отправлялись просто в топку только так с трудом. То есть мне давались вот эти вот 7 граммов на килограмм веса с большим трудом. Поэтому, друзья, тем из вас, кто сейчас нацеливается на набор мышечной массы, начните хотя бы граммов с 5. Я говорю об углеводах на килограмм веса тела. Если недостаточно быстро растет, сделайте 6. Но следите за щеками. Если видно со спины, значит работа на массу пошла не в том направлении. Поэтому за щеками обязательно следите. Защипывайте, оценивайте. Значит, макароны, естественно, не единственный источник углеводов. Каша на завтрак. Отличная тема. Ее мы уже готовили. Смотрите прошлые выпуски. А каша, разговор у нас простой и короткий. Кстати, кто-то написал в комментариях, что я ем каждый день овсянку с утра уже 2 или 3 месяца. И она мне все еще не надоела. Ребята, признаюсь вам честно, я ем овсянку каждый день с утра уже лет 25. Да, 20. Действительно, тяжело даже поверить в это, что я столько лет ем овсянку с утра практически каждый день. И она мне не надоела. Так вот, овсянка. Дальше. Вот эти предметы органические не случайно лежат на столе. Да, бананы, ананас. Давайте мы с вами сейчас, друзья, прикинем количество углеводов здесь. Пока сложные углеводы у нас готовятся. Причем вместо макарон там мог бы быть еще рис, который мы тоже с вами когда-то готовили. Гречка. Значит, овсянка на завтрак уже было сказано. Значит, ну вы понимаете, то есть видов углеводов много. Первые, которые мне приходят на ум, это макароны, рис, гречка. То, что я люблю, то, что я ем. Вот, но мы на примере макарон сегодня занимаемся. Смотрите, я сейчас возьму сахар и буду мерить все это с сахаром для вас. Особенно для тех, кто на диете все-таки сидит. Ну и о Масе тоже поговорим сейчас. А где же я его возьму? Вот здесь, да? Так, значит, один банан в качестве иллюстрации. Друзья, в банане 25 граммов углеводов. 25 граммов углеводов это ни много ни мало 5 ложек сахара. Два, три, четыре, пять. Наверное, многие из вас не задумывались, что вот это равно вот это по сахару. 5 ложек. Дальше. Стакан сока. Это яблочный сок из банки. 200 миллилитров здесь. 20 граммов углеводов простых. Раз, два, три, четыре. Это еще 4 ложки сахара. Там у нас уже сколько было? 5, еще 4, 9, да? Считайте. Там, где один бананчик, там и второй может пойти чуть позже, правильно? Еще 5 ложек сахара. Кто там считает? Кто-то где-то на работе или на учебе порезал ананас. Сказал, ребята, дайте вас угощу. На эти полкило еще 6 ложек. И сколько ложек, кто помнит, я положил сюда в сворок. Раз, два, три, четыре, пять. 5 ложек я сюда положил. Значит, в этом варенье, ну, считайте половина. Как минимум, какое бы варенье вы не взяли или джем, уж 50% сахара там будет. Значит, если я положил 5 ложек, то это еще получается там 2,5 ложки сюда у нас отправляются. Ладно, давайте три. Раз, два, три. Потому что наверняка весь этот творог, он творог же будет, естественно, с кислинкой, да? Захочется еще добавить. Три. И вот это, ребят, ну, вы же понимаете, что это на самом деле вообще так детский лепет. Это можно съесть вообще в один присест, по идее. Ребята, вот в этом количестве, вот это количество, которое я сейчас мешаю. Смотрите, в нем можно жить. А это, возможно, для многих половина того, что они съедят в день из простых углеводов. Почему я сравню это с сахаром? Потому что это простые углеводы. Значит, сахар, глюкоза, простые углеводы. Здесь фруктоза, но все равно две молекулы в цепочке практически то же самое. Короче, даже если вы тренируетесь на массу, загружайте себя лучше сложными углеводами. Потому что сахар дает взлет. И вы меня спрашивали про гликемический индекс. Я сейчас даже не хотел бы заморачивать вас гликемическим индексом. Давайте хотя бы, хотя бы четко для себя понимать, на диете мы сидим или мы набираем массу. Все равно четко для себя понимать, что с нами делают простые углеводы. Простые углеводы заставляют сахар в нашей крови подскакивать в любом случае, всегда. Когда это происходит на завтрак, это нормально, потому что на завтраке нужно разогнать организм чуть-чуть. Но когда это происходит в течение дня, особенно то, что я вижу, иногда мне приходится заходить в бухгалтерии, всевозможные в разных организациях. И там я вижу очень приятных женщин. Но у них всегда лежат торты, печенье и так далее. Вот уж говорить, да, о скачках уровня сахара в крови. Так вот, ребята, сахаров сокращайте количество, сокращайте. Лучше пусть они будут в форме сложных углеводов, но не в форме простых углеводов. На самом деле, в качестве иллюстрации и полезного эксперимента, одно дело я сейчас своими руками. Приготовление завершено. Приготовление завершено. Чего начинается? Подогрев. Подогрев, хорошо. Возьмите и сами сделайте то, что я сделал только что. Просто возьмите и осознайте то, что это не совсем те углеводы, которые вам нужны. Открываем, ладно? Макароны. Давайте вот так вот. Что за народный такой метод у меня? Криворукий кулинар. Сейчас еще обожгусь ведь. Как будто бицепсы покачал, а всего-то воду слил. Я знал, что нужен большой тазик, стеклянный тазик, тазик Винни-Пуха, который решил перейти на правильное питание. Раньше здесь было набито варенье, теперь. Так вот, ребята, вот это вообще-то задача, скажу вам честно. Это задача покруче, чем пожать 220. Потому что это съесть за один присест, естественно, нереально. Если вы тренируетесь на массу, пожалейте себя, друзья. Разбейте вот это количество углеводов. А здесь, между прочим, в полкило сухой вес, опять же, да, напомню, мы брали сухой вес. Где-то порядка 350 граммов углеводов сложных. Так вот, возьмите разные источники углеводов. Каша, гречка, макарошки. Естественно, простые углеводы немного должны тоже попасть. Пропорции, может быть, я бы сказал, больше 30% ни в коем случае не должно быть из простых углеводов. Кстати, в эти макароны, чтобы было вкусно, вот вообще я забыл. Я же хотел добавить лечо, мой старый рецепт. Я в те времена, когда я вам уже говорил, да, там 15 лет назад, в макароны просто-напросто выливал лечо. Такая олдтаймерская старая наработка. Вот, это, кстати, нормально. Можно даже ложечку съесть. И, кстати, поделюсь с вами идеей, которая пришла мне несколько дней назад. Я буду брать диеты известных спортсменов, либо звезд. Мы с вами уже говорили про рэперов. Ладно, тема рэперов уже, наверное, так чуть-чуть подысякла. Теперь возьмем людей типа Дуэйна Джонсона, которого вы называли. То есть, крепышей из фильмов. Есть крепыши. Есть и Сталлоне, которому просто вообще низкий поклон. Человек, который всю жизнь в отличной форме, и кто-то из вас упомянул, и куча лайков собрал этот комментарий. Так вот, мы будем брать питание этих людей, и разбирать его здесь, и думать, что они делают правильно, в чем они, возможно, привирают, а в чем они говорят правду. И что из этого можете вы применить в своих диетах. Так что, увидимся скоро. Пока. Продолжение следует...